Они только внешне похожи на людей. На самом деле ничего человеческого в них сейчас нет. Кайф снаружи выглядит именно так. Внутри – галлюцинации. Часто потеря сознания, а бывает, все заканчивается и реанимационным отделением. Как это ни звучит странно, но это лучший исход. Ведь суицид среди наркоманов, особенно среди любителей спайса, также явление нередкое. Покурить и поколоться многие считают разными вещами, хотя зависимость та же – наркотическая. Проблема с употреблением таких наркотиков, как спайс, действительно на сегодняшний день нарастает. Нарастает она по всей стране, и не только у нас, и в странах близкого зарубежья, и в России, и на Украине. И связано это с тем, что эти наркотики до недавнего времени были легализованы. И даже есть такое бытовое название – легалки у них. Проблема для нас, как для врачей, состоит в том, что наркотик невозможно выявить в организме человека. Связано с тем, что это не одно какое-то вещество, это смесь каких-то психоактивных компонентов. Основа курительной смеси – химическое вещество, а их сотни. Одни их придумывают, другие изымают, третьи запрещают. Назвать человека наркоманом можно только в случае выявления в его крови запрещенного вещества. К слову, список за последние три года менялся 11 раз. Спайс сегодня – своеобразный бренд. Страшно, но жизнь под кайфом постепенно переходит из ночных клубов и дискотек в школы, дворы, квартиры по соседству. Употребляют в большинстве случаев по советам своих друзей. Недавно был молодой человек, буквально вчера приходил на прием, сказал, что друзья просто дали ему уже заготовленную сигарету с травой, которая напоминает табак. И сказали, посмотришь, какой будет эффект. Он рискнул попробовать, оказался в реанимации. Сегодня на учете в психоневрологическом диспансере состоит 133 человека. Это те, кто предпочитает иглу и 80 любителей спайса. Понятно, наркоманов в городе значительно больше. И остановить тенденцию роста пытаются всяческими способами. Профилактика – один из них. Отдел наркоконтроля, ИДН, медики, педагоги. Беседы, встречи, дискуссии, демонстрации фильмов и роликов. К сожалению, результативность невелика. Возможно, потому, что мы не признаем угрозу. А она рядом. Илона Шавловская, Олег Фитцнер, телеканал Мозырь.